доброго времени я рад вас приветствовать на своем канале и сегодня мы рассмотрим пожалуй красивейшие дайверские часы но на мой взгляд эти часы больше подходят яхтсменам это улиц нордан marine дайвер хронограф который любезно предоставлен мульти брендовым бутиком монтре deluxe за что им огромное спасибо и все ссылки на бутик будут ниже в описании а также хочу напомнить что пришедший в бутик клиент и назвавший пароль фридайвер получит беспрецедентные скидки на такие часы как омега блан пен же жарли культер и адемар пеге ну а мы как обычно поехали дальше и так диаметр часов 44 миллиметра их толщина 15 размер браслета ремешка 21 и расстояние от верхнего ушка до нижнего 52 часы достаточно массивные и тяжелые поскольку выполнены из нержавеющей стали но посмотрите на это исполнение они полированы полностью в зеркало и помимо этой полировки имеют очень интересные так скажем решение по дизайну корпуса которые напоминают спуск ножа вы уже могли видеть подобный корпус в одном из моих обзоров на часы этой марки я обязательно дам ссылку так вот такое решение на мой взгляд и великолепно сочетается с вот этими вот отражениями света отражениями разных других поверхностей поэтому часы великолепно смотрятся на солнце под таким скажем так небом с тучами с хорошими интересными отражениями разных объектов в этих часах это конечно дает им возможность быть наверное одними из самых красивых дайверских часов но давайте продолжим дальше посмотрите исполнение безеля он здесь интересен тем что имеет каучуковую вставку внутри а также он имеет однонаправленный ход конечно же как и все дайверские часы с шагом в одну минуту люфта нету так же как и нету люфта здесь никакого абсолютно что конечно же очень хорошо еще хочу отметить это сапфировое стекло с антибликовым покрытием как вы видите она плоская на мой взгляд было бы конечно лучше если бы здесь был небольшой сферический скажем так и спону было немножко сферическим но здесь есть одна интересная изюминка и это циклоп посмотрите циклоп этот внутренний что конечно дает возможность избежать накопления пыли и грязи в краю самой линзы и стекла то есть это очень хорошее решение то есть например по сравнению с ролик сам у которого циклоп наружнее это гораздо лучше и на мой взгляд более технологические интересное решение что можно еще интересного сказать также присутствует каучуковая вставка на заводной головки и пушеры имеют возможность завинчиваться для того чтобы исключить возможность попадания воды сами часы имеют 300 метровую защиту что конечно же очень хорошо и эта модель была представлена в 2017 году это достаточно такая неплохая новинка также вы по скажем так традиции канала можете проверить свою интуицию и попробовать отгадать ритейловую цену этих часов поставьте паузу ритейловая цена этих часов 11 тысяч 500 евро я хочу вам продемонстрировать света накопительное покрытие она здесь очень красивая давайте поставим безель его центральное положение я думаю что вы даже уже сейчас видите насколько все красиво здесь светится как хорошо сочетаются метки можете посмотреть что метки и стрелки имеют такую вот центральную линию которая их пересекает а также интересным является еще тот факт что секундная стрелка малая не имеет света накопительного покрытия света накопительное покрытие присутствует только на счетчиках хронографа получасовом и 12 часовом ну и также нету света накопительного покрытия на центральной стрелке хронографа и давайте сейчас уже перейдем к ремешку а здесь он с великолепным исполнением это каучуковый ремешок но с металлическими вставками я хочу отметить что эти металлические вставки не только имеют великолепную гравировку у улиц норданс якорем но также имеют вот это вот сатинированное покрытие сатинированную обработку благодаря чему здесь на этих частях будет меньше видно мелких царапин также конечно же уровень высочайший выдают винты которые опять же в стилистике часов выполнены зеркальными зеркальной полировкой и это очень хорошо смотрится подобный ремешок вы также могли видеть в одном из обзоров часов этой марки на моем канале обязательно оставлю на него ссылку сам ремешок мягкий достаточно но я бы сказал такой самой твердой мягкости но он гораздо мягче чем средний скажем так каучуковый ремешок очень приятно ложится на руку наверное из-за того что здесь вот есть специальные такие места для регулировки ремешок этот подрезается и я бы не советовал его подрезать уж прямо в самую самую так сказать впритык потому что при температурных изменениях рука имеет свойство немножко подпухать точно такую застежку вы могли также видеть в обзоре и ссылка будет это титановая застежка с пушерами очень она красиво исполнена мне она очень нравится застегиваться она может только с одной стороны сейчас я вам это продемонстрирую вторая же часть застежки держится за счет вот таких вот шариков керамических и это дает возможности не стираться им долгое время то есть этот шарик попадает вот сюда вы можете видеть в такое специальное углубление вот я постараюсь вам максимально показать защелкивается это все с характерным щелчком и здесь вот таким вот образом закрытие естественно часы невозможно если мы закрываем эту часть то отсюда мы закрыть уже не сможем потому что не даст вот этот вот выступ выглядит она очень хорошо также она имеет обработку сатин что конечно же сохранит ей более-менее первозданный вид более долгое время то есть например в отличие часов братлен который очень часто полирует застежки эта застежка будет выглядеть достаточно долго хорошо но вы можете опять же оценить качество исполнения все здесь выполнено очень добротно очень хорошо и также я хочу еще отметить возможность регулировки поэтому подрезая например часы подрезайте их именно под вот этот вот край для того чтобы у вас была возможность расширять немножко больше то есть не подрезайте часы на последнем вот этом вот отверстие подрезайте под самое крайнее и конечно же мы можем взглянуть на великолепный механизм через открытую заднюю крышку и так сказать восхититься им он выполнен очень красиво но прежде чем перейти непосредственно к механизму давайте немножко обратим внимание на заднюю крышку она полирована в зеркало и держится на 6 винтах посмотрите это красивые синеные винты выглядит это действительно великолепно это очень хорошо подходит этим часам поскольку они все выполнены в таком вот сочетании полировки и синих цветов и конечно же всю эту картину дополняет вот это вот окошко через который мы можем видеть механизм в котором также великолепно украшена ротор с синим вот этим вот цветом и сами винты механизма тоже синеные отчего конечно это все выглядит просто безумно красиво на мой взгляд я надеюсь что вы со мной согласитесь но давайте посмотрим на этот механизм в макро и я вам расскажу о нем подробней и вот вашему вниманию предстает великолепный механизм у n150 это автоматический калибр с колонным колесом и конечно же сертифицированный по стандарту куск его диаметр 31 миллиметр его высота 6,75 он состоит из 322 деталей 25 камней частота хода 28 1800 полуколебаний в час или 4 герца и запас хода 48 часов конечно же вы можете сразу видеть великолепнейшую отделку этого механизма и я сначала вот здесь вот хочу ваше внимание сконцентрировать на балансе посмотрите он имеет регулировочные винты но при этом винты очень красиво так скажем стоят на самом диске баланса что немножко их так скажем скрывает и делает более такой аэродинамической эту форму поскольку если вы видели винты микростелла они там немножко так торчат не очень красиво также здесь сейчас можно хорошо разглядеть защиту оси баланса вот эти синеные винты и вот сейчас вы можете видеть шарика подшипники у ротора автоподзавода конечно здесь кремниевый спуск диамон сил это кремниевые детали покрыты синтетической на на кристаллической алмазной пленкой это кремниевая пружина от компании сигатек этот же ротор он двунаправленный и конечно колесо автоподзавода которые вы сейчас видите выполнена из каленой встали взамен берилли вы бронзы которую раньше использовали конечно сам по себе посмотрите как выполнены гравировка на роторе она отсылает нас к морской тематике поскольку это волны а у лис нардан это морские хронометры и посмотрите как красиво сочетаются вот эти все цвета как выполнены колеса винты здесь конечно же женевские волны и перлаш механизм сейчас мы его рассмотрим немножко с другой стороны вот здесь вы можете видеть отделку в виде женевских волн сейчас я специально подверну так часы чтобы вы могли видеть колонное колесо вот она и давайте перевернем снова на баланс и я вам покажу уже работающий баланс механизм кожу и вы можете наблюдать сейчас работу баланса видеть колебания спирали баланса а также работу других колес системы и я хочу еще немножко отметить тут интересный такой момент вы если присмотритесь то увидите на мосту баланса именно рисунок женевские волны но вот там вот ниже на плате на более низко расположенных мостах вы можете видеть рисунок перлаш также я сейчас подвернул часы вот таким вот образом для того чтобы вы видели колонное колесо и сейчас я запущу хронограф и вы увидите как работает колонное колесо это был запуск это остановка и обнуление но давайте уже перейдем к лицевой стороне и вот мы снова на лицевой стороне этих замечательных часов и я вам хочу рассказать о функционале начнем с циферблата на три часа у нас находится малый циферблат это получасовой счетчик хронографа на 6 часов у нас находится 12 часовой счетчик хронографа а также через циклоп мы можем видеть окошко даты а на 9 часов у нас малая секундная стрелка по центру часовая минутная а также основная стрелка хронографа сейчас я завинчу пушеры в данном положении пушеры обеспечивают часам водонепроницаемость и их невозможно нажать то есть данный момент они ниже не нас не нажимаются для того чтобы это сделать и чтобы управлять хронографом их обязательно надо отвинтить в это положение тогда хронограф будет реагировать на нажатие как вы видите реагирует он хорошо далее часы управляются по средствам заводной головки и здесь в принципе все как обычно для начала ее нужно отвинтить и в первом положении если мы вращаем заводную головку по часовой стрелке мы подзаводим часы сейчас я сразу выдвину часы в последнее третье положение как вы видите у нас есть стоп секунда и вращая их по часовой мы таким образом переводим стрелки сейчас давайте посмотрите будет перевод даты как вы видите происходит он достаточно медленно давайте еще раз посмотрим на это я проверну часы еще раз по кругу достаточно удобная головка заводная за счет вот этих вот интересных выступов каучуковых он этот каучук кстати достаточно плотный он не мягенький резина не чувствуется что это какая-то резина больше даже похоже на пластик и так давайте посмотрим видите начинается немножко раньше и перевод попробуем ну абсолютно так сказать все четко а сейчас минута истории мануфактурный калибр у n 150 достаточно с интересной судьбой свой путь он начал в 1990 году когда компания эбель начала разработку вместе с новой лимани с новой потому что они стали независимы от сводч выбрав механизм лимания 1340 что был разработан еще в семидесятых годах его серьезно доработали и назвали калибр 137 представлен он был в 1995 году время шло и компания эбель пришла в упадок механизм права на него вся документация и станки в апреле 2012 года были приобретены компании улис нордан также в улис нордан перешли работать пять специалистов эбель принимавшие участие в разработке механизма он подвергся еще раз серьезной доработки вот так эти часы выглядят на руке смотрите как они играют на свету насколько они живо смотрятся с вот этим вот поблескивание они великолепно подойдут под рубашку пола такие морские брюки и тапочки конечно выглядят они замечательно и также поскольку это такой все-таки спортивный стиль они конечно подойдут под такой casual стиль не уверен что они будут хорошо смотреться с костюмом но вполне допускаю что их можно одеть и под костюм такой типа стилистики джеймса бонда но давайте рассмотрим их макро и вот вашему вниманию предстает великолепнейший циферблат этих часов вы можете увидеть то как здесь он исполнен опять же здесь морской мотив это волны давайте запустим хронограф для того чтобы стрелка хронографа двигалась посмотрите как она полирована выглядит очень красивой также сами по себе все остальные стрелочки тоже выглядит великолепно и сам циферблат имеет вот эти вот интересное сочетание цветов это серебристый это черный белый и синий что конечно дает этим часам вот этот вот невероятный вид который сразу же при первом взгляде дает понять что это именно часы связанные с морем очень хороший красивый накладной логотип у лис нардан великолепно исполненные метки посмотрите какое нанесение на них света накопительного покрытия также посередине идет полосочка краска который разделяет это покрытие на две части все это выглядит конечно очень красиво такая пластиночная структура на малых циферблатах причем она идет не полностью везде а на некоторых циферблатах она идет только на внешнем кольце а на получасовом циферблате это как бы внутреннее кольцо давайте перейдем к безеле посмотрим на каучуковую вставку на исполнение индексов меток светонакопительная точка которая здесь хорошо смотрится и конечно же вот эти волны их очень скажем так приятно за них браться и безель не соскальзывает и мы уже перешли к заводной головки здесь вы можете видеть логотипу н якорь и вот это вот каучуковая вставочка также стилилизованная под какую-то такую морскую звезду что выглядит очень хорошо на мой взгляд полированные пушеры и вы можете видеть вот этот вот гаечку которая может заворачиваться для того чтобы вот это выглядит таким образом исключить возможность попадания туда воды конфигурация корпуса в купе с полировкой который кстати очень славится марка улиц нордан придают этим часам поистине восхитительный вид и это оценить можно только поддержав эти часы вживую ну или любые другие часы от марки улиц нордан с хорошей полировкой они практически все полированы замечательно и увидев вот это вот отражение поверхностей на поверхности полированный часов игру света вы конечно тогда поймете насколько это качественно и интересно исполнено также я хочу отметить вот эту вот интересную деталь эта пластинка с личным номером часов которая крепится на винтах очень часто это встречается на часах этой марки и она как вы видите сатинирована но при этом сатин мелкий достаточно что при некоторых углах тоже кажется что эта пластинка полированная поскольку она также хорошо отражает поверхности и свет отчего конечно часы великолепно играют на свету почему я считаю их одними из самых красивых часов связанных с морем давайте поближе рассмотрим каучуковый ремешок и сейчас можно увидеть вставочку гравировку отлично полированные винты посмотрите какой мелкий хороший сатин эти вставочки конечно отлично смотрятся на этих часах очень интересное решение каучуковый ремешок в два цвета давайте рассмотрим его с этой внутренней стороны и конечно же застежка посмотрите также здесь очень хорошая гравировка улиц нордан вот эти пушеры виде винтиков причем полированных винтиков давайте откроем застежку посмотрим как вот тут вот все исполнено принцип работы достаточно простая система при этом очень надежно вы можете здесь рассмотреть исполнение и увидеть вот эти вот шарики керамические и напомню что застежка сама выполнена из титана о чем нам вот свидетельствует здесь такая небольшая гравировочка ну давайте вернемся все-таки к лицу этих часов к их циферблату и еще немножко насладимся красотой того что здесь можно увидеть игрой света а циферблат очень красиво играет за счет вот этого sunburst эффекта и также я хочу вам еще показать под такими углами чтобы вы могли увидеть расположение стрелок колодцы малых циферблатов но они не глубокие но при этом часы немножко все-таки создают вот этой трехмерности за счет интересной раскраски также давайте посмотрим здесь на вот этот вот циклоп как он выглядит можно хорошо рассмотреть окошко даты не знаю как вам но мне эти часы очень нравятся и я даже иногда подумываю о приобретении этой модели великолепная полировка на стрелках что же получилось в итоге в итоге получились очень жизнерадостные солнечные часы великолепный дайвер в великолепном исполнении это часы которые владельцу будут напоминать о прогулках на яхте катере это часы которые будут звать владельца на такие прогулки и они даже с достаточного расстояния угадываются сразу видно морскую тематику который придерживалась компанию лис нардан на мой взгляд это одни из самых красивых дайверов и одни из самых можно так сказать впечатляющих своей красотой и вот этим вот соотношением качества соотношением вот этих вот деталей в общем получились очень интересные очень своеобразные и достаточно узнаваемые часы и так видео подошло к концу и я хочу поблагодарить мультибрендовый бутик монтре делюкс за предоставленную возможность обозревать столь интересные и поистине великолепно исполненные в плане красоты и дизайна часы и все ссылки на бутик будут ниже в описании а также я напомню что пришедший в бутик клиенты назвавший пароль фридайвер получит беспрецедентные скидки на часы таких марок как омега блан пен же жарли культер и адемар пеге а также хочу попросить всех новоприбывших на канал подписываться ставить лайки а не дизлайки и естественно прожать колокольчик для того чтобы не упускать новые выходящие видео и еще пишите комментарии задавайте вопросы я стараюсь отвечать на все вопросы непосредственно заданные мне и принимать участие в интересных дискуссиях что разворачиваются под видео что ж всем удачи и доброго времени пока пока